Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о проблеме разменов в шахматах. Проблема размена фигур или пешек, можно сказать, является чуть ли не центральной проблемой шахматной стратегии. Многие сильнейшие шахматисты мира, включая Магнуса Карлсона, действующего чемпиона мира, зачастую не всегда понимают, какие фигуры надо менять, какие оставлять, как лучше осуществить размен пешек. Вопрос этот действительно серьезный. У юных шахматистов с разменом стоит вполне острая проблема. Они либо совсем их избегают, либо меняются при первом удобном случае. На самом деле есть список, можно сказать, он практически исчерпывающий, примеров, когда размены хороши. Давайте откроем этот список и посмотрим на него. Итак, примеры хороших разменов. Размен хорош тогда, когда мы предлагаем размен фланговой пешки на центральную. Давайте посмотрим позицию, которая возникла из дебюта и в которой черные после того, как развили свои фигуры, что называется, как могли, и когда исчерпали все возможности для улучшения фигур, то есть ход конец А6 это явно не улучшение на А6 и подавно. В этом случае черные предлагают размен пешками. И этот размен для них очень хороший. В том случае, если соперник, не думая, побьет ДС. Потому что черные пытаются поменять свою фланговую пешку на центральную пешку белых. Если белые допустят глупость и либо сами побьют ДС и останутся фактически с дырой в центре, либо допустят ситуацию, вот как было в партии глупым ходом с ЛОН Е3, когда черные сами побьют фланговой пешкой центральную, то тогда у черных будет ясная и понятная игра. В случае чего они совершат прорыв в центре, захватят этот центр, либо будут играть по полуоткрытым линиям. Со стороны того, кто встретил этот, скажем так, неприятный размен, гораздо логичнее двигать пешку вперед. И если и соглашаться на размен, то только центральной пешке на центральную. А если соперник побьет пешкой Е, а мы С, то получится, что уже мы поменяли свою фланговую пешку на центральную пешку соперника, что является хорошим разведом. Далее, вторым в списке является пример, когда мы находим свою самую плохую фигуру и пытаемся ее поменять в 2-3 хода. Когда возникают такие позиции? Чаще всего, когда позиция полностью закрытая. И надо просто что делать в такой ситуации? Ищем свою самую плохую фигуру и меняем ее. И ничего страшного в таких разменах нет. Дальше, следующий пункт в списке. Размен является хорошим в том случае, когда он либо спасает нас от появления пешечных слабостей, либо создает эти слабости сопернику. То есть пешечные слабости. Сейчас мы рассмотрим другой пример. Так, 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 так. Ну вот здесь. Рассмотрим позицию, возникшую после 14-го хода черных. Да, сейчас ход белых. Как должны пойти белые? Белые должны побить cd. Почему? Потому что они практически обязаны это делать по одной простой причине. Если они это не сделают, да, то есть, там, не знаю, будут как-то нападать, ферзь b3 ходить, то черные сделают это задих и оставят их с пешечной без слабости. Да? А в случае же хода cd и взятия черных ходом cd, ну или даже если бы черные побили слоном, тут можно было взять или слоном, или конем, ну скорее слоном все-таки, да, тут, в свою очередь, уже у черных возникает слабая пешка. Поэтому размен с созданием слабой пешки, он явно в пользу того, кто этот размен осуществляет. Следующий пример хорошего размена, да, размен считается хорошим, когда после размена можно осуществить тактический удар, да. То есть, посмотрим, собственно, на позицию. В данной позиции, если мы будем просто формально сравнивать две фигуры, коня на f4 и слона на e6, то очевидно, что конь на f4 намного сильнее, да. Поэтому из общих соображений менять коня на слона, думая, что он самый плохой слон лучше самого хорошего коня, это глупо. Но в случае размена на e6 выясняется, что черные либо бьют ферзем и рискуют потерять пешку на d5, причем конкретно рискуют ее потерять, да, либо бьют пешкой и попадают на тактический прием вилка с завлечением, да. Размен на f8 как раз тоже является примером того, как в случае размена получается осуществить тактический удар. Ферзь a3 и выигрыш коня, да. То есть, размен, после которого следует тактика желательно выигрывающая, да, тоже является хорошим. И, наконец, пример хорошего размена – это такой размен, в результате которого удается вскрыть линию и осуществить вторжение в лагерь, да. Как правило, это размен пешек. Ну, самый яркий пример такого размена – это все мы знаем типичные атаки при разносторонних рокировках в каком-нибудь варианте дракона, да, быстренько мы сейчас посмотрим, да. Ну, тут осуществили расстановку. Ну, мы сейчас на дебютные тонкости внимания не обращаем. Понятно, что тут есть варианты с ходами d5, да, но смотрим именно самую такую общую канву всех событий, да. Вот конкретно в этой позиции размен hg будет являться хорошим по одной простой причине – он позволяет открыть линию, по которой можно пытаться вторгаться в лагерь. Да, может быть, с точки зрения точности и самый точный ход, может быть, точнее, в начале пробить конь c6, потом победяться с лон h6 и потом уже осуществить размен. Но в целом сам по себе размен этих пешек с целью осуществить вторжение в лагерь, в данный момент вторжение на территорию Королевской крепости, это является хорошим разменом. Итак, мы выявили, что существует практически исчерпывающий перечень хороших разменов. Обычно все остальные размены будут плохими, да, обычно. Почему говорю обычно? Потому что существуют позиции исключения, но если вы думаете, что у вас в каждой партии это позиции исключения, то, конечно, это не так. Для того, чтобы убедиться, что часто размены, которые не попадают в список, являются плохими, можно посмотреть уже партию с разобранными примерами. Так, сейчас откроем эту партию. Ну, вот. Итак, смотрим на позицию. Черные только что пошли e5, белые думают, либо как-то защитить пешку на d4 надо, либо побить пешку на e5 и согласиться на размен ферзей. Да, белые избрали в партии dE, черные пошли, естественно, на размен ферзей. Открываем нашу табличку и проверяем. Что дает этот размен ферзей белым? Можно сказать, что они отдали свою фланговую пешку за центральную? Ну, конкретно этим ходом я бы не сказал. Да, они взяли центральную пешку, но нельзя сказать, что эта пешка будет устойчиво защищена. Дальше смотрим. Найти свою самую плохую фигуру и поменять ее в 2-3 хода. Неужели ферзь был самой плохой фигурой? Тут, поскольку начало партии, плохих фигур в принципе не может быть по определению. Да, потому что... Ну, только играть начали. Третий ход. Да, и ферзь тут явно не самая плохая фигура. Дальше смотрим по списку. Спастись разменом от появления пешечных слабостей или создать их сопернику. Ну, не знаю. Если б белые пошли d5, я не вижу, какие здесь пешечные слабости могли быть у белых. Если б они пошли к коде в 3, я тоже не вижу, какие пешечные слабости могли здесь быть у белых. То есть, явно ход носил невынужденный характер, и после хода dE явно пешечная структура черных не стала хуже. Дальше смотрим. После размена осуществить тактический удар. Очень важно. Что такое тактический удар? Это, по сути, что-то форсированное. То есть, когда мы ходим с нападениями. А если в результате размена с нападениями, причем с нападениями до короля, ходят черные, то явно тактическим ударом здесь и не пахнет. Ну и, наконец, вскрыть линию для размена пешек и осуществить вторжение в лагерь. Ну, тут явно белые в лагерь не вторгаются. То есть, мы посмотрели табличку. Нельзя сказать, что белые получили какое-то преимущество в центре, потому что эту пешку e5 очень быстро отыгрывают, и все это преимущество пропадает. Более того, белые потеряли контроль над полем d4 в результате размена ферзей. И выясняется, что условия не совпадают, значит, разбит плохой. И действительно, белые сдались уже буквально через 4 хода. На 8-м ходу, после начала партии. Произошел размен. Поскольку тактика здесь и не пахла, черные начали свои нападения коварные. Белые защитились, и после ходов слот g4, слот e2. Рокировки соперника. Черные просто фактически заставили соперника сдаться. Теперь на ход король e2 будет жутко неприятный ход конь d4 с шахом. И потом конь c2 с выигрышем ладьи. Ну, а на ход конь e2 не совсем понятно, как защищаться от хода конь b4. Потому что грозит как конь c2, так и конь d3. Ну, и много чего грозит. Много чего грозит неприятного. Когда белые не стали мучаться и сдались. А всего лишь допустили один плохой размен, по сути. Потому что дальше... Ну, игру белых можно, конечно, улучшить. Например, здесь не цепляться за пешку. А согласиться уже на не такой выгодный размен. Фладговой пешки на центральную. Это позволило сопротивляться в какое-то время. Но все равно один неверный размен ферзей привел их к тяжелой позиции. Рассмотрим другой пример. Так, 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 так. Ну, например, здесь. Например, здесь. Где тут у нас плохие размены? Конкретно в этой позиции. Конкретно в этой позиции. Белые создательно не стали уводить никуда слона на d3. Они решили довольно-таки просто. Что поскольку слон ограничен своими пешками. Сопернику, скорее всего, невыгодно его менять. Соперник не понял этого. И помог белым осуществить свой хороший размен. Да, то есть с точки зрения черных. Чей конь на e5 не был явно плохим. Размен на d3 является, ну, как раз не самым лучшим. Потому что если мы откроем табличку. Да, явно это не какой-то пешечный размен. Да, явно это не создание пешечных слабостей сопернику. И явно тут не тактический удар. То есть просто размен на ровном месте выпустил, можно сказать, что выпустил на волю белых. Хотя, хотя, на мой взгляд, здесь черные могли поставить жутко неприятные проблемы перед белыми ходом d5. По одной простой причине грозит создание пешечной слабости на c4. Если же разменять центральные пешки, то этот размен облегчение не приносит. Не приносит облегчение белым. Как висит возможность создать пешечную слабость, так никуда она и не пропадает. Но один неверный размен, который не входит в нашу таблицу, по сути, все преимущество черных отдал обратно. И позволил белым уравнять позицию. Итак, главный вывод из этого видео, что есть ограниченный список причин, по которым размен можно признать хорошим. Если тот размен, который мы собрались делать, не попадает в этот список, то, может, и не стоит видяться. По крайней мере, фигурами. Но пешками тоже. Конечно, в этот список не попала самая такая частая ситуация при разменах, когда у нас материальный перевес. При материальном перевесе сложно допустить плохой размен. Поэтому, если у вас там лишняя фигура, можно относительно смело меняться. Но все равно, старайтесь не допускать размена плохих фигур соперника на ваши хорошие фигуры.